Дедушка, лежащий в больнице и считая свои последние дни, решил поделиться с детьми тайной, которая потрясла их до глубины души. Слезы выступали на их глазах, когда они узнали правду. Дети уже начали готовиться к неминуемой потере своего отца. Они верили, что он прожил счастливую жизнь и был примером для них. Но в один день дедушка созвал своих двух детей в больнице и раскрыл перед ними страшную тайну. Оказывается он не был их настоящим отцом. Его жена забеременела от другого мужчины. Это откровение потрясло всю семью. Дети не могли поверить в то, что человек, которого они всегда считали своим отцом, на самом деле не имел к ним кровных уз. Тайна разбудила в них множество эмоций, гнев, печаль, разочарование. Они чувствовали себя преданными и обманутыми. Вопросы захлестнули их мысли, почему дедушка решил рассказать им об этом только сейчас, перед своей смертью. Что это значит для их семьи и будущего. Несмотря на боль и разочарование, дети понимали, что дедушка поделился этой тайной в последние дни своей жизни, чтобы они могли принять и осознать правду. Он хотел, чтобы они знали всю историю своей семьи и понимали сложности реального мира. Постепенно, через слезы и размышления, дети начали осознавать, что кровные узы не являются единственным фактором, определяющим любовь и принадлежность в семье. Они поняли, что отношения строятся на взаимопонимании, поддержке и заботе друг о друге. Тайна дедушки стала для них вызовом, вызовом проявить любовь к своей семье, независимо от кровных уз. Они решили принять этот вызов и продолжить строить свою жизнь на основе верности друг другу. Таким образом, эта трагическая тайна, раскрытая дедушкой перед своей смертью, стала источником нового понимания и силы для его детей. Они решили сохранить память о нем и продолжить жить в любви и гармонии, несмотря на все сложности и разочарования, которые им пришлось пережить. Дорогие друзья, если вам понравился ролик, не забудьте поставить лайк, а также подписаться на наш канал, где найдете еще много интересного и не забудьте нажать на колокольчик и оставить комментарий.